Закон, обязывающий операторов связи полгода хранить весь трафик пользователей, вступит в силу только в 2018-м. А потому сейчас, рассказывал на совещании у президента министра связи, никаких оснований для повышения тарифов нет. По словам Николая Никифорова, закупать необходимое для исполнения закона оборудование за рубежом не придется. Наша промышленность выпускает соответствующее оборудование? В большинстве случаев еще нет, но вместе с коллегами из Минпромторга мы как раз и разрабатываем техническое задание для того, чтобы максимально сопоставить потребности индустрии в связи с принятием данного закона проекта и возможностями конкретных компаний. И вот это надо сделать оперативно. Надо загружать свои предприятия. Тем более, хороший гарантированный заказ. Вероника Скворцова докладывала о ситуации с лекарствами. Минздраву удалось договориться с отечественными производителями. Теснили цены и бюджет сэкономил полтора миллиарда рублей. Губернаторам Владимир Путин поручил взять закупки под особый контроль. Стоимость в регионах порой завышена. Регионы Российской Федерации, выполняя свои обязательства по лекарственному обеспечению, к сожалению, не достигают тех цен и снижения цен, которые бы соответствовали снижению цен при федеральных закупках. Мы вынуждены констатировать, к сожалению, что стоимость годового курса лекарств при федеральных закупках почти в два раза ниже, чем то, что закупают регионы. От открытия Турции наши отдыхающие только выиграют, рассказывал президенту глава Ростуризма. Конкуренция заставляет снижать цены и в стране, и за границей. А вот турецких помидоров российскому покупателю пока не видать. Мы не собираемся так быстро открывать этот рынок, рынок продовольствия. Мы не спешим этого делать, потому что десятки, сотни сельхозтоваропроизводителей в разных уголках нашей страны, в общем-то, поверили и услышали тот сигнал правительства, который, собственно, поставил задачу наполнить, насытить наш российский рынок овощами собственного производства. Минпромторг анонсировал новые меры поддержки автопрома. Помощь нужна в условиях падающего рынка. А вот прогноз по росту производства в целом по стране позитивный. За первые пять месяцев индекс промышленного производства вырос примерно на 0,3%. Мы исходим из того, что до конца года с обеспечением всех мер поддержки, которые будут доведены до предприятия, мы должны сохранить эту положительную тенденцию. В завершении открытой части заседания Владимир Путин поинтересовался судьбой российского коллайдера. Его сейчас строят в Дубне. Работы завершатся только к 2020 году, но ожидания масштабны. Открытие прогнозируют на уровне Нобелевской премии.